В национальной политике болгарская аристократия постепенно входила в состав византийской политической элиты. Ну, наконец, третий кит византийской государственности, пожалуй, наиболее важный институт, это, конечно же, император, как глава христианского мира. В будущей империи церковью Византия сформировала единственную возможную форму взаимоотношения между государством, олицетворявшимся с императором, и священноначалью церковью. Речь идет об идее признания императора главой всех христиан и даже более того, главой церковного управления, лицом, обладающим высшими полномочиями в кафолической церкви. Это, как я уже говорил, безусловно, краеугольный камень византинизма, идея, заслуживающая самого серьезного внимания и детального освещения. Задумываемся над следующим. Очевидно, что невозможно отождествить церковь и государство. Церковь и союз вечный, духовный, государство временный, земной. И даже став театротическим, государство не утрачивает некую традиционную совокупность своих специфических признаков, целей и задач, присущих исключительно ему. Политическая деятельность, какие благородные цели она не преследовала, также никогда не может быть свободной от некоторых традиционных способов и достижения, притящих духу любви, заповеданных Христом. Даже в те времена, когда Византия стала христианской державой, проблема переложения нравственных истин христианства на политическую почву не утратила своей актуальности. Члены церкви были обычными людьми, соседними вытекающими достоинствами и недостатками, и византийское государство по-прежнему его воином преследовало и карало преступников, решало политические задачи. По словам спасителя, священству предоставлено особое право отпущения грехов, что вы свяжете на земле, это будет разрешено и на небе, как говорится в Евангелии. Поэтому для христианина духовная власть священника является безусловной. Но, как не раз намечали канонисты, эта власть касается лишь вопросов духовного спасения. А юридическая, административно-организационная сторона жизнедеятельности церкви регулируется не только священным начальем, но и другими лицами. В такие минуты церковь как бы передоверяет им право осуществлять те или иные административные полномочия, включая даже высшие. Иногда, когда члены церкви являются одновременно членами империи, когда возникает необходимость едино-оргулирования жизнедеятельности обоих союзов без ущерба для каждого из них, глава государства едва ли не автоматически становится главой и церкви, и империи, приобретая высшие полномочия. Иного и быть не могу, поскольку, как мы уже сами говорили, империя и церковь составляли единое целое, единый симфонический организм, где над всеми противоборствующими сторонами возвышался римский император, векарь Христа, как значилось в его титулатуре. Как лицо не только имеющего абсолютную власть государства, но и являющегося высшим органом церковного управления, император получал близкий к священству статус. Считалось, что он обладает одновременно властью политической и высшими правами от самого Христа по защите церкви. А лицо, обладающее такими обширными полномочиями, не может, естественно, быть рядовым мирянином. Это абсолютно невозможно с точки зрения внутренней логики симфонического единства церкви и империи. Если источник власти един, если церковь и империя стали одним целым, то носитель верховной власти становится также единым центром всего управления, как политического, так и церковного. Мирянин же, не обладающий священническим статусом, управляя церковью, не вправе. Это очевидно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что верховная политическая власть в церкви императора приобрела в глазах современников сакральные черты священства, не утратив при этом ординарных функций главы государства. Разнородные по своим природам, церковь и империя, свелись в личности императора. Только император мог гарантировать взаимовыгодное существование этих разнородных, но так необходимых друг другу союзов. Широкие права императора в делах церкви не подлежали никакому сомнению еще со времен святого Константина Великого. Понятно, что ранее, во времена гонений, когда государство являлось врагом церкви, такое содружество было практически невозможным. И случайно этот период называется катакомбом. Впрочем, даже здесь необходимо сделать оговорку. Когда возникала необходимость, архиереи нередко и охотно обращались за содействием к римским императорам, даже если те еще являлись язычниками. Христианский пример – ситуация в 268 году, когда Антиохийский собор признал Павла Самосадского и не сверг его из сана, но он добровольно отказался покидать кафедру. И тогда православное сообщество в лице своих архипастерей обратилось за помощью к римскому императору Аврелиану, который и удовлетворил ее. А теперь, после святого Константина Великого, церковь предоставила императору исключительные, едва ли не абсолютные полномочия, вменяя ему в обязанность налагать на государство церковный закон и привести его к христианской нравственности. Следует отметить, что наполнение принципа верховенства императора церковного управления четким содержанием произошло далеко не сразу, хотя неправильно было бы говорить о какой-то череде сменяющих друг другу идей. Первоначально святой Константин Великий, как известно, старался уклоняться от каких-либо решений особо-догматического свойства, но жизнь неуголонно брала свое, и вот однажды на встрече с епископами император признал себя внешним епископом. Термин по обыкновению неопределенный с юридической точки зрения, что породило множественность толкований. Но, как представляясь, обращаясь с этими словами к архиереям, император не мог не осознавать своих церковных прерогатив, но поскольку на тот момент времени он еще не был кричен и даже оглашен, то есть в буквальном смысле слова не являлся членом церкви, то он оговорился о себе, как о внешнем епископе. Первый опыт вмешательства в богословский спор был дан императором еще в 314 году, когда разбирался вопрос некого доната, по имени которого была названа секта донатистой. Как известно, донатисты оспаривали поставление на кафедру православного епископа Целестина, но вскоре их разделили и догматические споры. И вот тогда им императора в 314 году был создан специальный собор в Орле, а своему префекту в Африке Константин писал «Я считаю решительно неверным скрывать от меня подобные споры, поскольку из-за таковых Господь может вооружиться против меня самого, кому Он своим божественным повелением поручил управлять всеми делами людей». Когда возник арианский спор, именно святой Константин Великий инициировал в 325 году созыв Первого Вселенского Собора в Никее и его детища и гордости. Сам Аферевс, как известно, играл далеко не второстепенную роль в обсуждении редакции «Символа веры». И в одном из своих посланий император напрямую пишет епископам «Хотя мой ум считает несвойственным себе изведывать совершеннейшую чистоту кафолической веры, однако побуждает меня принять участие в вашем совете и в ваших рассуждениях». В другом послании святой Константин напрямую говорит о себе, как о сослужителе епископов, когда вместе с ними принимают участие в исследовании истины. В последующем византийские примеры не только следовали святому Константину, византийские императоры не только следовали примеру святого Константина Великого, но и приумножали его. Все без исключения Вселенские Соборы создавались царями, они же обеспечивали рецепцию церковных хоросов. Как мы знаем, далеко непростая задача. Многие из них активно участвовали и в догматическом нормотворчестве, как минимум регализовали официальные акты своей подписью, предавая им статус законов. Со временем права государей по участию в церковных делах все более расширялись. С формально правовой стороны власть императора стала никем и ничем не ограниченной. Не только догматические вопросы оказывались в сфере ведения императорской власти, не менее активно они осуществляли каноническое законотворчество. Каноны, принятые непосредственно святым Истиньяном Великим, святым Никифором Факой, Константином VII Парфераротом, Львов VI Мудом, Алексеем I, Мануилом I Камнинаем, Исааков II Ангелом и другими оселевцами, навсегда вошли в корпус канонического права кафолической церкви. В соответствии со своей компетенцией, император непосредственно определяли административно-территориальное деление церкви, присылая в частности по своему усмотрению титул митрополии отдельным епископиям. Первый опыт в этом отношении дал святой Истиньян Великий. Он создал новую парфию на своей малой родине, провинции Дординии, придав ей статус церковного центра серного диоцеза Иллирика. Небольшой поселок вскоре произразился в святущий город, украшенный общественными зданиями и храмами и получил название первой Истиньянной. В 535 году император своим указом предоставил епископу этой кафедры права митрополита и назначил вместо блюстителем патриаршего престола. И лишь в 538 году римский папа Вигилий, в чьей институт входила данная территория, своим актом подтвердил то, что император давно уже определил с позиции публичного права. Император Констант II в 664 году признал автокефалию равенского епископа и его независимость от римского понтификата. До этого такое же положение имели лишь епископы Медиалана, современный Милан и Аквилеи, но опять же в силу исторических традиций, сформировавшихся не без участия императоров. Чуть позднее, разойдясь с римским папой во взглядах на эконопочитание, император Лев III Савр передал Константинопольскому патриарху многие митрополии Фессалии и Балкан, и его указ был признан на востоке и на западе. Едва ли современный противник цезаропопизма в восточно-православной церкви будет последовательной, оспариваете полномочия византийского царя и одновременно с этим утверждая данные прецеденты. Соответственно, легко догадаться, что это взаимноисключающие позиции, следует выбирать что-то одно. Традиционно утверждают, что вопрос об иерархии патриарших кафедр решался вселенскими соборами, и это правда. Но императоры имели непосредственно отношение к данному вопросу своими правовыми актами, определяя, либо подтверждая, главенство той или иной кафедры. В частности, в 545 году святой Синьян Великий в 131-й наборной постановил следующее. Основываясь, писал он, направила святых соборов, определяя святейшему епископу Древнего Рима, быть первым пред всеми, обложеннейшему епископу Константинополя, Нового Рима, занимать второе место после престола Древнего Рима и быть выше всех прочих. Следом по очереди шли патриархи Александрии, антиихии и Иерусалима. При римском папе Святом Григории Великом император Фака Узурпатор, ну, согласимся, далеко не самый блистательный персонаж, учреди византийских самодержцев, но тем не менее, поддерживавший понтифика в его вековом споре с Константинопольской кафедрой, публично потребовал к вящей радости Рима и в пику столичному патриарху, чтобы апостольский престол блаженного апостола Петра признавался главой всех церквей, в Василову Эдикт. Отметим также, что на эти два прецедента в последующем очень любила столаца римская кафедра, на время позабывшая свою нелюбовь римских императоров и как-то презревшая то обстоятельство, что обычно их обвиняли в некой узурпации прав римского папа. Церковное правосознание создало византию удивительно формулу, с одной стороны определяющую правоспособность и дееспособность византийского императора. Напомню, что обычно в праве и в правоведении под правоспособностью понимается вся совокупность прав и обязанностей, которые обладает либо лицо, либо лицо, либо лицо, либо лицо орган. А дееспособностью – это возможность реализации данных прав. Так вот, по словам святого, хотя, по словам святого императора Вестиняна Великого, нет ничего недоступного для надзора царю, принявшего от Бога попечение обо всех людях, и императору подобает верховного попечения забота о спасении позданных, но эти широкие полномочия могут быть признаны лишь за православным царем. Если император являлся правомыслящим и правил справедливо, народ и священноначалья охотно признавали за ним весь комплекс царских прав. Как говорил святой Синьям Великий, императору можно все, он может новое явление исправлять, упорядовать и приводить к надлежащим условиям и правилам. Но, если император казался неправомыслящим, он тут же автоматически становился как бы ограниченно дееспособным в управлении и церковью, и империей. Иными словами, дееспособность царя зависела от чистоты его веры, помыслов и поступков, но при этом правоспособность императорской власти оставалась неизменной по своему объему. Посмотрите, какое удивительное сочетание, совершенно не сходная современная юриспруденция. Сегодня, когда говорят об ограниченной дееспособности, то подразумевают, что либо человек не достиг никого возраста, с которого он может начать реализовать свои права, ну, как правосвышалолитие, когда гражданская и публичная правоспособность ребенка или юноши еще, может быть, реализована в полном объеме. Ограничена дееспособность больного человека, человек, который взят под опеку, под опечительство и так далее. Человек, которому назначено принудительное лечение, то есть сугубо юридические факты. А здесь в основе ограничения дееспособности лежит чистота веры, самодержаца. Поразительно. В этом, наверное, запрещается весь дух квинтэссенции лизантинизма. Неправедный Василевс признавался, неважно при жизни или позднее, как бы не вполне духовно здоровым, не вполне тем, кем должен быть, а потому как следствие не вполне способным к управлению государством. Поэтому отцы Седьмого Вселенского Собора не сомневались в том, что цари православные являются дефензерами, защитниками церкви, и им приписывались высокие полномочия хранителя веры. А вот цари-коноборцы не могут претендовать на священнический статус, поскольку, пусть даже заблуждаясь, они впали в ересь. Как видим, все решала рецепция, или, иначе говоря, свободное усвоение народным собранием тех или иных императорских действий и решений. Церковь принимает то, что полезно ее членам, как выразился Саверимов Василий Васильевич Болотов, канонично то, что полезно церкви. Хотя бы такое распоряжение исходило от царя, чьи акты, по иным вопросам, церковь сама же отвергала как неверные. Поэтому нередки случаи, когда священначалие общество принимало и рецепировало отдельные акты императоров, сторонников, или сирархов, или наоборот. То же следует сказать в отношении поступков и распоряжений императоров, которые касались сугубо государственной сферы. Исантинский народ не принимал отдельных решений царей монофилитов и лейконопорцев по вероучительным вопросам, но нисколько не отрицал их прав по управлению римским государством и административному управлению церковью. Более того, православный император имел, несомненно, более широкие церковные полномочия, чем даже вселенский Константинопольский патриарх. Об этом недвусмысленно говорит знаменитший канонист антиантийский патриарх Феодор Вальсамон. Позволю себе зачитать его тезис. Он пишет, императоры и патриархи должны быть уважаемы как учители церкви. Как учители церкви? Еще раз обратите внимание. Ради их достоинства, которые они получили через помазание святым миром. Отсюда происходит власть правоверных императоров наставлять христианский народ и подобно иереям приносить Богу курение. В этом их слава, что подобно солнцу, блеском самого православия они просвещают мир с одного его конца до другого. И дальше замечательный тезис. Он пишет, мощь и деятельность императора касаются тела и души человека, тогда как мощь и деятельность патриарха касаются только души. Поскольку же никаким юридическим актом, никакой правовой формулой невозможно абсолютно точно раз и навсегда урегулировать данный порядок вещей, решающая значение приобрела практика деятельности монархии и священоначалия. Отсюда и неопределенность полномочий императоров, неопределенность, впрочем, часто спасительная, когда поскольку признание либо отказ от признания за конкретным императором высших церковных прерогатив имел главную цель благоцеркви. Повторимся еще раз, что Беремин никогда не мог бы получить столь широкие церковные полномочия, а потому особо императора считалось священной и даже священнической. С точки зрения экзотийской философии существует только один бог и одна империя, следовательно, по природе вещей возможен только один император, от которого все остальные правители получают права на своей территории и правят всего более изъявления. В этом отношении император как бы подобряется Христу и открывается сакральное, церковное, царское служение Христа. Не случайно в 629 году к титулотуре императоров добавляется наименование Васильевс, что хотя и является синонимом понятия императора, но имеет и собственное значение. Термин Васильевс позволял индивидуализировать византийского царя среди всех прочих правителей и королей как единственного легитимного императора во вселенной. Васильевс это и есть единственный законный император, то есть римский император. Позднее старые и новые титулы воссоединились и византийской царей начали именоваться верный во Христе Боге царь и император Римлян. Только за счет признания священнического достоинства царей как земных глав церкви можно объяснить тот факт, что нередко архиереи и канонисты вообще высказывают мысль о неподчинении царя церковным правилам. Разъясняя причину с той широкой правоспособности императора, ахрийский архиепископ Димитрий Хаматин писал, император который есть и называется верховным правителем церквей стоит выше определений соборов этим определением он доставляет надлежащую силу он не сменил в отношении к церковной иерархии законодатель для жизни и поведения священства его ведью не подлежат спору епископов и клириков и право замечать вакантные кафедры епископов он может делать митрополитами а пископские кафедры митрополитчими за исключением совершения богослужения императору предоставлены все остальные епископские привилегии на основании которых его церковное распоряжение получает канонический авторитет как древние императоры подписывались понтификс максимус таковых должно считать и теперешних императоров как помазанников божьих ради царского их помазания подобно тому как спаситель будучи помазанником есть и чтится как первосвященник так и император как помазанник украшается благодатью первосвященства даже в письме римского папа Григория второго к императору Льву третьему и Савру отчет его прослеживается обычная позиция церкви православный император является священнослужителем и даже архиереем неправославный нет в одном из своих писем в Рим Василев заявил что он царь и священник папа отвечает ему следующим образом ты написал что царь вместе с тем иерей да императоры бывшие прежде тебя доказали это словом и делом они созидали церкви и заботились о них ревнуя о православной мире они вместе с архиереями наследовали и отстаивали истину то каковы Константин Великий Феодосий Великий Валентин Иоанн Великий Константин отец Евсенияна бывший на шестом соборе и эти императоры царствовали благочестиво они вместе с архиереями единодушно единомысленно с ними собирали соборы исследовали истину догматов устрояли и украшали святые церкви вот священники и императоры говорит папа они доказали это самым делом далее в письме следует горячее вещевание в адрес царя которое заканчивается следующими словами римского понтифика умоляем же тебя лев будь же ты архиереем и императором как сам писал о себе выше а римский папа лев второй писал императору Константину IV по ганату блистательные слова вительно возвышенные прошу обратить на них внимание если бы царь царей всемогущий бог не одарил иереев благодатью и силой любви то царское благородство никогда не снизошло к княжайшим своим рабам и отложивши на время царское достоинство не пожелало сопричистить себя к обществу иереев ради ревности к богу со временем эти прерогативы императорской власти отразились довольно пространно по своему содержанию в термине эпистемонарх иначе благочинной церкви который с 12 века сделался обычным императорской титулатурой конечно император не мог служить имхаристии совершать таинство впрочем он никогда и не претендовал на данные прерогативы но как священническая особа он ходил в святую алтарь царскими вратами к один и принимал святые дары по двумя видами как священник священство императоров по червовой с различными способами сюда следует отнести особый обряд меропомазания на царство с течением лет все более более принимавшего сакральные черты объединяющие его с епископской хиротонией и не могу не напомнить что в 9 веке Константинопольский Синод вынес решение уравнявшего царское меропомазание с епископской хиротонией отождествившей их ради достоинства императорского титула царей всячески оберегали от каких-либо обвинений даже если не ошибались и придерживались эритических воззрений и невольно поддерживали партию чьи убеждения впоследствии не были рецепированы церковью достаточно сказать что ни один император либо императрица никогда не были нафематствованы хотя среди них значились не только доверившиеся эритикам лица но и висерархи зато 28 императоров цариц и царевин были прославлены кафонической церкви стоит ли говорить о том что уже прошло какой смысл в изучении идей которые как кажется уже исчерпали свои возможности эти вопросы естественно для наших иссеченных содержания удаленных от желания раскрыть объективную историю учебников и аналогичные по качеству публицистики стали невольным стандартом интеллекта политкорректности и благонадежности византии церковь не подменила собой титульную нацию она создала ее римская культура господствующая в государстве греческий язык объединили византийцев и обусловив появление того невероятного факта что зачастую римлянином назывался малазиат говорящий по-гречески если культурное влияние давало сбой его роль органично заменял собой фактор государственности если не спасало единство политической власти все решало церковь разумеется все три фактора могли поддерживать друг друга в одной конфигурации если возникали волнения в государстве активно вмешивалась умиротворящая церковь по-гречески увечевавшая спорящие стороны а в случае церковных конфликтов всегда дело решало активно позиции политической власти изантийская империя это своего рода земной образ и явление святой троицы единосущной и нераздельной более тысячи лет существовала православная римская империя ставшая на многие столетия центром христианского мира не случайно история древней церкви есть по преимуществу история изантийской империи история погибла но не умерли рожденные ею идеи красота вечна насколько конечно можно говорить о вечности в контексте земного бытия человека красота объективна идеал способный на протяжении почти двух тысячелетий подвигать человека на подвиг на жертвенность на любовь не может стать старомодным или ожившим просто мы не способны уже оценить то что оставила нам православная цивилизация духовно коллапсирующие общества не способны жить настолько нравственно поэтому он выбирает то что соответствует его уровню запросам в этой связи обращение к древним истокам в тем временам когда вся держава видела смысл своего существования только в Боге позволяет нам прочувствовать ту слабость духа и веры какие увы стали для нас сегодня новой само сравнение нынешнего положения с прошлым должно вызвать у нас желание изменить нашу жизнь изучая древние идеи форму мы найдем в удивлении для себя многое из того что применимо и сегодня хотя внешние условия реализации кардинально изменились не раз уже говорилось что познать свое настоящее можно только путем обращения к прошлому не зная его отвергая его не чижая мы становимся никем напротив знание прошлого своей истории является необходимым основанием для творчества для самосознания для объяснения смысла нашего существования красота не умирает умирает мы спасибо за аплодисменты